Ветка Сакуры Рязань встретила участников, которые прибыли сюда из разных уголков России. В большинстве своем здесь встречаются ветераны подобных заездов. Всего в гонке участвует около 500 человек. Ветка Сакуры проходит не первый год, но в 2018 гонки вышли на новый уровень. В этот раз мы сделали гонку официальную, которая соответствует требованиям ЕВСК. И очень много приехало лицензированных спортсменов, которые будут здесь добывать себе баллы для участия в чемпионате России уже. Основная цель гонки – это собрать как можно больше точек, которые раскиданы по территории свыше 100 гектаров. Координаты каждой присылают штурману на навигатор еще на старте. Ветка Сакуры – это еще и спортивное ориентирование. Больше всего здесь рязанцев и москвичей, но есть представители и других регионов. Антон приехал из Коломны. Его транспорт – это американский бёрпи. Рязанские трассы он попытается покорить впервые. В заезде Антон стартует в первых рядах. Ваши соревнования в Рязани первый раз приехали. Очень рекомендовали. Проходит уже не первый год. Положительные только отзывы, поэтому будем стараться. Все участники знают, что их ждет и подготовились к этому. Михаил Савосин участвует в подобных гонках не в первый раз. Говорит, что его привлекает не только скорость и грязь, но и сама атмосфера. Правда, за несколько лет участия от его автомобиля практически ничего не осталось. После каждой гонки немного меняется, потому что все время попадают в какие-то ситуации, после которых что-то приходится отпиливать. Поэтому каждый раз машина модернизируется и приобретает новый вид. У Михаила Нива. Правда, узнать не прежний автомобиль практически невозможно. На соревнования он приехал со своей женой. Михаил – водитель, а она штурман. Станислав Котов приехал из Москвы. Его машина предназначена для таких условий. Это Дайхатсу – японский автомобиль, который создавался для корейской армии. В мире таких машин всего тысяча. Единственное, что здесь было заменено, только мосты. С учетом того, что все-таки грязи хватает и везде надо лучше и больше, установили военные. Все остальное ее родное японское. Для него покорять Рязанский лес не главная задача. Многих привлекает здесь именно атмосфера и непроходимые места. Команда Станислава Котова стартует в третьей волне. Всего таких волн семь. Вначале легкий транспорт, потом стандартные автомобили, которые совсем не приделывались. По регламенту соревнований допускается только смена резины на колесах. Следующий старт для ТР-1, ТР-2, ТР-3 и Абсолют. Чем выше класс автомобиля, тем больше в нем изменено. В класс Абсолют входят те машины, которых уже не узнать былого кузова. Сейчас они лишь остов. Автомобили увезли в грязи уже на старте. Что неудивительно, именно тяжеловесы. Другая машина просто сломалась. Сломалась лебедка, которую сейчас надо перемкнуть и чтобы она дальше пошла. Что-то с проводами пошло. Это все ерунда, сейчас разберемся. То есть ничего опасного? Ничего. Мотор работает? Да, да, да. Самое главное, что мотор работает и едем дальше. В день заезда лес-поселок Коварский стал настоящим ульем, в котором жужжат мотоциклы и автомобили, квадроциклы и внедорожники. Появился здесь и необычный гость. Это Шерф. Настоящий танк, которому под силу покорить любое болото. Его владелец Алексей признался, что приехал просто покататься, потому что в гонке ему нет равных. Вот вы проехали на Шерфе и попробовали, скажем так, часть некоторых трасс, часть некоторых точек. Как вы считаете, для обычных машин это сложно или нет? Ну, я думаю, что да, сложные. Вообще трасса сегодня очень, мне кажется, интересная и сложная. А обычные автомобили продолжают покорять кажущийся бескрайним лес. Они вязнут в грязи, тонут в болотах, едва не срываются с обрывов. Обычный человек назовет их сумасшедшими. Водители же получают от такой езды небывалое удовольствие. Тут главное не забывать и об основной цели гонок – сбор точек. Для каждого класса автомобилей их количество разнится. Да и расположены они с фантазией. Например, организаторы помещают их в болото или речки. Доехать до нее можно, но с трудом. Однако на дорогу придется вытаскивать автомобиль лебедкой. По регламенту соревнований можно пользоваться только одной. Если есть вторая, ее пломбируют. Также в каждом автомобиле лежит якорь. Его используют, если рядом нет деревьев. Вода, грязь и сломанные ветки. Все это необходимо преодолеть водителю для того, чтобы добраться до точки и сфотографироваться рядом с ней. Притом одна рука должна быть на табличке, а другая – на номере автомобиля. Только тогда считается, что точка взята. Михаил Савосин попытался покорить одну из опасных точек, которая расположена в воде. Добраться до нее, а затем выкарабкаться водителю помогает команда. Процесс этот долгий. Лебедку привязывают к дереву, и автомобиль проезжает несколько метров. Затем ее перецепляют на следующее и так далее. Для новичков такой заезд – это что-то вроде развлечения. Константин с командой участвуют впервые. Говорят, что долгое время были зрителями. А в прошедшие выходные решили поучаствовать. А идея пришла давно как бы, но все стеснялись. А вот в этом году решились. Вообще мы как бы свои колеи, да, начали с ними, ну и попутно решили, почему бы и нет. Даже если мы займем последнее место, главное не победа, в нашей ситуации главное – участие. Самые плохие соревнования, самая хорошая тренировка. Для них это было настоящее приключение. Они несколько раз увязли в грязи, с трудом искали каждую точку, а в конце концов застряли в большой воде. На ветки Сакуры в такую ситуацию попасть легко. Поэтому многие водители выводят шноркель повыше. Это труба, которая выходит из двигателя. Она необходима для его работы под водой. Иначе машине грозит гидравлический удар. С командой Константина такого не случилось. Однако починить ее все же придется. Ну кто знал, Нива вроде проехала, а мы за ней. А тут он начал очень плохо себя вести, дабы не затопить его. Пришлось рассаживать. Сейчас вот промоемся, прочистимся. И я думаю, в объезд поедем. Гонки внедорожников в ветка Сакуры идут несколько часов. По словам организаторов, обычно они заканчиваются в 6 часов вечера. Правда, бывали и случаи, когда участники продолжали гонку и на следующий день. Здесь важнее не соревнования, говорят они, а сама атмосфера. В понедельник после соревнований люди отправятся на свою привычную работу. А автомобили займут свое место в гараже, где они будут ждать следующую ветку Сакуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА